Действующий чемпион страны Шахтер приехал в гости к команде Скрипченко, имея в активе три к ряду победы со счетом 1-0. Примерно равный первый тайм прошел без голов. Пожалуй, самым опасным до перерыва был удар Дарба, с которым справился Пришивалка. А вот на 56-й, когда, казалось, стойко выручила Горняков, Шустрый Шрамченко сыграл на добивании и открыл счет. Оставшееся время кроты потратили на попытки отыграться. Безуспешно, 1-0. Минск добывает пятую победу в чемпионате и на радость главному тренеру обходит Шахтер в таблице. Борющийся за право подняться из зоны вылета Арсенал в городе и принимал претендующих на медали студентов. И уже на седьмой минуте Абди Холиков забил свой десятый мяч в девяти играх. Узбек закрепился на первой строке в гонке снайперов. Отдавал Папа Рига. На 22-й минуте Роман заработал второй ассистентский балл. Он подавал угловой, а капитан Свирепа головой пробивал Абрамовича. 2-0 в пользу Урцор БГУ. Минская дружина закрепляется на второй позиции, отставая от боты всего на один балл. У Борисова, правда, игра в запасе. Белшина в сравнении с сезоном 2020 года смотрится в элитном дивизионе вполне конкурентно способна. В субботу бобручане принимали Ислач и получили болезненный укус на 46-й. Набирающий форму после травмы Руслан Лисакович вышел на замену и спустя полминуты заработал ассистентский балл. Морозов перебросил Денисенко, больше вратарь Белшины не пропускал. Хозяева отыгрались через несколько минут, когда подача Гуренко завершилась ударом Васильева. А на 65-й Васильев сам выступил в роли ассистента. Получивший полчаса игрового времени Чесноков элегантно разобрался с Игнатовичем. 2-1 в пользу Белшины, вторая победа Бобруйска в чемпионате. А вот в Могилеве встречались две дружины, не знавшие вкуса побед в этом году. Днепр и Брестская Динамо. Южане могли забивать уже на 2-й, когда после дальнего удара со штрафного Круглый угодил в стойку. На 32-й Брест забил, но в этот раз команде Ковальчука помешал офсайт. А вот Днепру во втором тайме ничто не помешало. На 51-й Федянин воспользовался скидкой партнера в одно касание, эффектно распечатав Семука. Через несколько минут 28-летний полузащитник исполнил еще один прекрасный выстрел с еще более далекой дистанции. Топ уровень от на тот момент последней команды таблицы. Первая победа Могилева после возвращения в высшую лигу. 2-0. А вот кризис Брестского Динамо затягивается, видимо, от безысходности. Капитан гостей Ясюкевич в концовке получил удаление. Славия и Неман к противостоянию в Мозыре подошли в статусе крепких середняков и соседей по таблице, что игра и подтвердила. Славия, упустив несколько моментов до перерыва, успела в первом тайме еще и пропустить. Шукуров простреливает, Куаджа замыкает. Мозыряне отыгрались на 65-й. Свежий Барсуков отправил мяч в сторону ворот Курганского, а опытный голкипер уже со снарядом в руках пересек линию. Здесь еще имел место рикошет. Больше голов не было. Ничья 1-1. Правда, до финального свистка случилось еще три удаления. У Славии две желтые схлопотал капитан Бугулов, а в составе Немана два горчичника заработал Шалашников. Прямую красную получил помощник главного тренера гостей Скоробогатько. Завершался игровой тур вечером в воскресенье на Национальном олимпийском стадионе, где Минская Динамо принимала Витебск. В середине первого тайма хозяева поля заработали пенальти. Баранок ударил Вакулича. За исполнение 11-метрового взялся нападающий сборной Беларуси Бахар. Удара по центру оказалось достаточно, чтобы пробить Гущенко. Баранок исправился на 71-й. Одна из попыток Витебска отыграться завершилась голом 18-летнего защитника Северян. Это второй матч Никиты в элитном дивизионе. В первом, 13 мая, он тоже забил Гомелю. Спас Динамо от потери очков, вступивший в игру со скамейки Ложкин. Нападающий Белосиних отличился на второй компенсированной минуте. 2-1 в пользу подопечных Челядинского. На экране результаты девятого тура. Отметим, матчи Гомель-Торпедо-Белас и Батес-Луцк перенесены на конец июня. В таблице первую тройку составляют Батер, Цорбегу и Динамо. Далее Минск, Шахтер и Славия. В зоне вылета Арсенал и Брестская Динамо. На один балл больше у Днепра. Десятый тур стартует уже в четверг встречей Минска и Арсенала. А завершится в воскресенье вечером в Гродно. Матч Неман-Белшина.